Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «Охрана окружающей среды». Тема урока «Земля – наш общий дом». На каждом уроке вы узнаёте что-то новое, учитесь высказывать свои мысли, делать выводы. На этом уроке вы научитесь находить и извлекать информацию из инфографики, а также сможете на основе прочитанного и увиденного писать краткий текст с помощью учителя. Ребята, на экране указаны слова и словосочетания, связанные с нашим уроком. Попробуйте определить их порядок. Поставьте видео на паузу и запишите эти слова в рабочей тетради в определенной последовательности. Давайте сравним ваши результаты с верными. Я думаю, вы правильно расположили слова и словосочетания в следующем порядке. «Охрана окружающей среды» – это раздел, который мы начали изучать на предыдущем уроке. «Земля – наш общий дом». Тема урока «Инфографика» – как способ передачи информации. И «Хок-ку», который вы будете представлять сегодня. Молодцы! Ребята, поставьте видео на паузу и внимательно рассмотрите инфографику. Прочитайте текст, указанный в ней. Что означает в названии инфографики словосочетание «общий дом»? «Верно!» «Земля – наш общий дом». Как вы думаете, для кого земля является общим домом? Правильно! Земля является общим домом для людей, животных, птиц, насекомых, рыб. А теперь найдите в инфографике информацию о воде. На какие виды делится вода? Молодцы! Верно! Вода бывает питьевая и не питьевая, солёная и пресная. Используя информацию из инфографики, попробуйте ответить на вопросы. Поставьте видео на паузу и перепишите вопросы в тетрадь. На земле больше солёной воды или пресной? Сколько человек живёт на земле? На земле больше животных или людей? Найдите ответы на вопросы в инфографике. Поставьте видео на паузу и запишите ответы в тетради. Проверьте свои ответы, сверив их с верными. Я уверена, что вы отлично справились с этим заданием. Из инфографики видно, что на земле 97% солёной воды, а пресной всего 3%, значит больше солёной воды. На земле 7 миллиардов человек. Из инфографики мы видим, что на земле людей больше. Ребята, из информации инфографики вы узнали, что пресной воды на земле совсем немного, а прожить без пресной воды невозможно. Значит, мы должны бережно относиться к запасам пресной воды на земле. Давайте вместе сочиним маленькое стихотворение о воде. Одним из видов маленьких стихотворений является хокку. Хокку – это стихотворение, состоящее из трёх строчек. Первая строка состоит из пяти слогов, содержит информацию о явлении. Вторая строка состоит из семи слогов, должна раскрывать смысл первой. Третья строка состоит из пяти слогов, содержит вывод отношения автора к происходящему. Хокку – его ещё называют хайку. Это стихотворение о природе, связанной с жизнью человека. Хокку пишется в настоящем времени. Оно не имеет названия, и в нём нет рифмы. Хокку сочиняются, чтобы обратить внимание людей на какой-нибудь важный вопрос. Но ответы на эти вопросы не всегда есть в хокку. Для нас таким важным вопросом является бережное отношение к воде. Итак, первая строчка содержит информацию о воде. Вода – источник. Вторая строчка раскрывает важность воды на земле для человека и всего живого. Поит живое на земле. Третья строчка – вывод автора о ценности воды. О, бесценный дар! Ребята, мы завершили основную часть урока. Сегодня вы научились находить и извлекать информацию из инфографики. А также на основе информации из инфографики писать краткий текст хокку с помощью учителя. Перейдём к этапу рефлексии. Предлагаю вам представить себя капельками воды. Выберите рисунок, который соответствует вашему настроению. Определите, какая вы капелька – весёлая, грустная или недовольная. Я думаю, все выбрали весёлую капельку, так как уверена, что вы прекрасно справились с заданиями и у вас отличное настроение. Самостоятельно вам надо будет выполнить следующее задание. Напишите хокку на тему «Земля». Напомню алгоритм написания хайку. Первая строка состоит из пяти слогов, содержит информацию о земле. Вторая строка состоит из семи слогов, раскрывает смысл первой. Третья строка состоит из пяти слогов, содержит вывод. Ребята, спасибо за активную работу. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова